Как устроен аутсорсинг в крупном ритейнсе? Крупные маркеты не держат персонал на себе. Им гораздо дешевле. Это текучка кадров, это посменные графики, это, ну, если супермаркет круглосуточный, или, ну, понимаете, да, то есть его надо табелям, беряйте, так далее, все на добавке. Им гораздо проще найти фирму украинскую, которая возьмет на себя персонал за вознаграждение. Я не говорю, что супермаркеты журничают, я говорю, что журничают провайдеры. То есть они берут П-провайдера, которые могут говорят, нам надо, например, для обслуживания, там, с нашим режимом работы, наших количеств точек, там, 300 человек кассиров. Вот мы готовы для их оплаты труда бросать вам столько-то денег. Это включает их зарплату, их налоги и ваше вознаграждение за обслуживание. Провайдер говорит, отлично, давайте деньги, а потом из этих 300 оставляют сотню в штате. Остальных увольняют. Ну, но они фактически работают. Проверить это почти нереально. Я обращала внимание на чеках, там написано кассир номер 43192. Фамилии кассира нету, хотя РРО работает в режиме реального времени и можно установить, сколько человек работал. Но, когда приходят в магазин, они говорят, у нас персонал на провайдере. Мы им платим, они обеспечивают его точки. Приходят к провайдеру, а у него по ведомости куча народу. Сказать, что эти люди, их не хватает, это, знаете, как глубоко надо копать. Это надо установить графики работы всех супермаркетов, их хронологии. Как вы установите, сколько касс работало? Ну, то есть, логический контроль, схема проходит. Если 100 человек работает вместо 300, ну, может, 150. Ну, ведь половину персонала они там выбросили. Но установить, хватает ли этого персонала, крайне тяжело. А персонализации нету. Ну, то есть, это как бы к тому, что существует штраф за неоформленного сотрудника. Но приходят там к компанию А, она показывает контракт с фирмой П. А пока дойдут к фирме П, а у нее куча народу, у нее они обслуживаются, то есть, установить, поймать за руку почти нереально. Можно, конечно, ну, как любое расследование. Знаете, кто придумал, кто-то умеет это все размотать, несомненно. Но, если вы это, скажем, грамотно устроили, эта компания не обязательно должна быть в том же регионе, зарегистрированной, где это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова